Суммы, приграничный город, я боялся, что ко мне домой просто зайдут рано или поздно, и я под этим флагом не собираюсь жить, который у них. Давно хотел, родители говорили учиться, учиться, учиться. В какой-то момент понял, что я уже доучился, в принципе. Просто забрал все, собрал вещи, пошел в военкомат, говорю, я хочу воевать. А там сидел у нас прапорщик, и он такой, погнали к нам, братишка. Я понял, что это та армия, что нет такого, как мне рассказывали, что дедовщина затягивает. Я понял, что надо ехать. Какое-то время было недели три водителем на эвакуацию. То есть вывозил раненых, 200-300. В Луганской области этот заезд был. Заехали в село, закрепились, но ганг*** по-другому я скажу. Начали крыть из всего, чего можно. Грады, фосфорка, минометы полностью. Все просто по силу неприцельно. Командир смотрит на перехваты русские, говорит, опа, наши координаты. Прямо по нам сейчас будут бить. Мы в подвал, и буквально в минуту-две просто подвал трясется, уши глушат полностью. Я думаю, там... Я сразу переживал за машину. Наверное, полдня гатили, потом успокоилась, выхожу. Я думаю, из***. Да. Попробовал завести, заводится. У нас есть свобода слова за то, что наши люди свободны. В России вышел с белым плакатиком. А в автозак у нас можно сказать, любо что. То есть даже что-то неправильное, да, по морде от людей, конечно, получишь, но не посадят за это. В первую очередь, не забивали себя, не впадали в депрессию, что там вот у нас то-то-то. Надо продолжать жить, потому что это и есть будущее страны. То есть нельзя впадать в какие-то трауры. Да, вы должны помнить, что там как бы не просто так все мирно у вас.